всем привет сейчас я вам хочу рассказать о кастомизации ubuntu 18.05 чтобы она была более удобна то есть вот сейчас вы видите как выглядит это ubuntu после прокачки плагинами напоминает linux mint cinnamon или даже чем-то windows чтобы такой необычный вид сделать нужно было проделать следующее итак первым делом нужно было в браузере установить вот такое расширение для того чтобы была интеграция google chrome например с гном подсистемы и потом заходя по этому сайту extension gnome.org можно делать установку своих разрешений расширений и так что здесь было мною использовала значит вот это вот первая штука меню приложение она вот вот это кофеин я использовал для того чтобы вот когда на не нажимаешь не включалась заставка не блокировался компьютер не уходил в сон вот такая штука полезно дашь ту панель это вот эта нижняя панель то есть вот тут слева была панель основная ubuntu и она скрывается и потом нужно было вот эту панель внизу настроить вот об этом чуть позже принтер это вот расширение добавляет вот принтеры внешние диски и флешки тоже вот полезно изучать вот это расширение очень полезно когда несколько звуковых устройств например если я сейчас воткнув маушники то чтобы удобно указать куда выходил звук вот здесь добавляется выбор системный монитор нужен для того чтобы но здесь например мне показывается загрузка процесса память и слаб файл топ икон вот этот вот это короче говоря ширине нужно для того чтобы поддерживать иконки когда я программ всяких разных если в это расширение поставить это многие программки ставили в 3 сворачиваться не будут это значит штука нужно вот эта штука юсер тема для того чтобы устанавливать свои темы из файлов но это на всякий случай поставил а вот это основная значит штука у бунты который мы данный момент скрыли потом я включил и вот тут но попадаем вот в настройке этой панели внизу которые вот тут можно все настроить что мы хотим видеть вот видите хотим ли мы видеть вот такое например не хотим там левый блок выключается так далее можно настроить размер этих иконок размер между ними это вот все здесь тонко настраивается в чем основная значит проблема вот этого конкретного бунты версии 1805 здесь плохо поставлена работа с ярлыками если я захочу вот сюда добавить какую-то свою программу то так просто это сделать невозможно это не доделала в этой версии но каждая программа она представляется виде диск топа файла такого в котором описывается какой значит потом категория относится программа и какой файл нужно запускать значит тут вот одна папка здесь и взял шаре плекаешь на вторая в локальном пользователе почему это замудренная штука и просто так вы короче не добавите сюда ничего ну например видите я вот языки программирования сам добавил я их не через магазин приложение устанавливал ручную путем распаковки портативная версия и вот для этого есть специальные две программки которые можно использовать первая аппарата поедита с помощью нее можно вот так добавлять что-то новое сюда нажать и потом отредактировать вот команду строку на нами программирование да вот посмотрим через программирование сделать активность программирование вот например android studio выбрал выбрал категорию потом сохранить нажал можно вот открыть текстом редакторе посмотреть вручную этот и будет какой образовался его подрепректировать то есть вот первая программа и вторая подобная мне кажется она даже более как сказать удобно и так сейчас мы найдем майн-меню называется она присутствует в линук смите по умолчанию очень удобная такая штука тут как бы немного наглядно все это сделано можем просто включать выключать можем редактировать вот там картинку ту же самую и так далее вот ну и таким вот образом получается что удобный как бы интерфейс но из программ который я тут оставил а значит но вот это делать скриншоты удобная штука вот это я установил графические редакторы тоже иногда пригождается чтобы что-то сделать так не дрянь и друга google chrome самый быстрый в данном случае вот это аналог под windows а вот сапа зум телеграмм там есть тут все то есть все тут как бы работает насчет приложения вот этот стандартный магазинчик он не очень хорош некоторые приложения показывают даже вот так вот немного бывает без картинок позорно поэтому рекомендую в качестве дополнения поставить вот эту магазин он гораздо круче проверять и обновления лучше и тут гораздо больше информации разные приложения вот видите можно даже сразу что-то обновлению есть вот так потом можно по каждому щелкать и смотреть что это такое читать тут же устанавливает гораздо удобно но в результате всего вот этого хочу вам сказать что если вам вот это все нравится вот такой внешний вид то лучше поставить linux mint и не заморачиваться с этим делом потому что это получается как бы может и удобно но не то не все и поверьте в левая часть тип этой панельки и когда верху значки тоже есть свой кайф свой плюс поэтому давайте вот сейчас мы вернем все это как было у меня изначально значит это мы включим ubuntu док эту штуку мы сейчас выключим так давайте сам начал это нам тоже не понадобится так кофеин этот пусть остается это тоже все остается системный монитор уберем поддержка ты остается у нас так это вот штука осталось нам не нужно вот видите там вот такая штука появляется это новом меню нам для этого придется ее поднастроить тут ее убрать придется и активный угол в принципе тоже да кстати это отдельный утилит она тоже поставить дополнительно сроки гном но тоже позволяет и расширение активировать выбирать и настраивать всякие мелочи без нее вы не настроите например клавиатуру нормально там это вот штука вот здесь находится я это делаю для того что правая часть клавиатуры было как windows из когда она мог нажимаешь стрелки эти кнопки верни цифровые отжимаешь стрелки и переключение на раскладку именно здесь создается ну вот принципе теперь получается все вернулась как было вот тут если мне бы что-то как бы не понравится ну например мне вот не нужно вот игра сапер да например я я вот так вот уберу возьму сейчас вот выиграй и просто найду этот сапер и вот так уберу принципе этот сапер должен уже будет исчезнуть вот видите он не сейчас потому что вот эти две программы они иногда подключен сейчас давайте еще видите тут этот сапер как будто бы он отключен поэтому наверно более надежно вот этой программы пользоваться вот тут поищем этот сапер вот а тут он включена видите вот хрень с ярлыками тут присутствует ну вот теперь сапер исчез в принципе я могу вообще с эти все игры нафиг выключить и вот тут какие-то дубликаты получились теперь мне придется короче говоря вот этой программкой пройтись и лишнее выключить тут видите вообще куча ярлыков и дубликатов всяких давайте пройдем это все мне нужно все эти игры я не хочу видеть это не значит что я удаляю я просто скрываю так тут вроде бы ничего постороннего я не вижу два терминала видите неожиданно один терминал выключим ну вот как то так вот обновленная на три окна получилось поначалу как бы кажется что это не очень как-то непрактично да все такое гигантское какие-то вот эти вот куча окон но с другой стороны можно просто набирать и она сразу же выходит то что надо янтар нажимать в принципе я в этом сейчас даже нашел как бы особый кайф потому что сотки же там тоже все программы как бы по уфалиту рассортированы и кому надо мы что-то находим плюс здесь получается каждую программу нужно как называется и знаете как она выглядит мы хочешь например telegram чтобы запустить можно нажать кнопку windows и написать те и enter вот сразу telegram как будет мне как бы даже вот это уже понравилась версия стандартно такое оформление больше чем под винду которая на этом все пользуйтесь удовольствием тем более если производитель под эту версию сделал свои дрова фирменную например если вас настольный компьютер фирмы дал на этом все всем пока